Всем привет! Давайте отступим от обычной тематики по ремонту компов и поговорим о популярной сейчас игре Cyberpunk, а именно о том, как здесь можно нафармить денег. Ну и естественно без использования читов, а именно внутриигровыми способами. В игре Cyberpunk разработчики придумали огромное количество всяческих ништяков, таких как автомобили, импланты, оружие легендарные и многое-многое другое. И чтобы полностью хорошо прокачать своего персонажа, нужно много денег. А как известно, в Cyberpunk достать внутриигровую валюту не так уж и просто, то есть здесь ее очень мало. И даже пройдя игру полностью, выполнив все задания, все миссии, уничтожив все мадийские группировки, я все равно заработал очень мало внутриигровой валюты. И в принципе мне ни на что не хватало. В общем, давайте не будем тянуть кота за уши и начнем именно уже самого способа. Для начала я рекомендую попасть в это место на карте, которое я указываю. Это место находится на пересечении районов Ароя и Честер Хилл. Здесь еще рядом будет почтомат. Нам к нему. Ну и самое главное, что нам нужно для фарма денег, это автоматы по продаже газировки. Именно газировки, не хот-догов. И наша задача будет скупать эту газировку в больших количествах. И затем мы будем разбирать ее на компоненты. Подмечу еще раз для закрепления, что никакие другие вещи не будут разбираться на компоненты. Только газировка, либо же другие напитки. Суть заключается в том, что одна банка газировки стоит 10 евро, долларов. Но компоненты полученные с нее будут стоить в разы дороже. Перед началом фарма не забудьте прокачать умение, которое я показываю. Это конструктор, а также можете еще дополнительно мастерскую прокачать. Тем самым вы будете получать больше компонентов с газировки. Почему разбирают столько банка с газировкой? Ну, наверное, здесь работает логика, что переплавить. Салфан невозможно. А жесть переплавить можно и затем создать компоненты. Наверное, так по логике киберпука. Ну и начинаем покупку банок. Как можете видеть, что здесь банки заканчиваются. Где-то их больше в каком-то автомате, в каком-то меньше. И у вас возникает вопрос, и что же нам по всему городу бегать и скупать? Нет. Отходите от автомата на какое-то количество шагов, на какое-то достаточно большое расстояние возвращаетесь, и все здесь спаунится заново. Я сделал это так. Я обнуляю автоматы в этом месте, затем бегу к другому месту, которое сейчас вы также увидите на карте. Здесь все это рядом. Теперь скупаете все в этих автоматах, и когда вы вернетесь к тем, они заново будут заряжены. Кстати, вы могли заметить, что я закупаюсь ровно на 1000 евро-долларов. О, пушку нашел. Продам. Ну а теперь возвращаемся к нашим терминалам и пойдем к почтомату, чтобы продать то, что мы имеем. А вот эти оба места на карте. То есть вы будете так бегать по кругу и фармить деньги. Как видите, автоматы заново зарядились. Ну а теперь идем к почтомату. Но прежде чем что-либо продавать, нам нужно разобрать наши банки. Обратите внимание, что я потратил ровно 1000 на газировку. И компонентом в данный момент у нас по нулям. А это вам пример. Буррито разобрать мы не можем. Я их купил случайно. Сейчас продам и куплю газировку. Далее на клавиатуре зажимаем кнопку Z и разбираем все наши банки с газировкой. И получаем компоненты предметов. Обычные и необычные. Вот такое количество компонентов мы получили с 1000 евро долларов. Идем в почтомат и пробуем продать. Заходим в рюкзак, выбираем все предметы, находим наши компоненты и продаем. Как вы можете заметить, с 1000 у нас получилось 6200. То есть 6 раз больше, чем мы имели. Допустим, ситуацию, что у почтомата закончились деньги. Никуда бежать не надо, ничего ждать не нужно, к другим продавцам ходить не надо. Просто заходим и нажимаем подождать не менее суток. То есть 24 часа. Затем в почтомате появятся деньги заново. И таким способом, даже не отходя с этого места, можно нафармить кучу денег. По времени это может занимать по-разному. В моем случае я потратил 4 минуты своей жизни. Единственное, что это очень быстро надоедает. Особенно покупка газировки. Пока вы набегаетесь по этим всем автоматам, то у вас закончится скорее всего терпение. Но если вы готовы на такие жертвы, то пожалуйста, вот вам способ. Я надеюсь, что объяснил достаточно его подробно и понятно. А сейчас я закуплю газировки на вновь появившиеся у нас деньги. То есть на 6000. Посмотрим, сколько получится с них. Но я думаю, что все будет так же. Примерно в 6 раз больше. Как видите, я все подготовил. Теперь у меня осталось 7 долларов. Продаем то, что мы нафармили и разобрали. И получается, что сейчас у почтамата закончатся деньги. Просто ждем 24 часа, подходим и допродаем то, что осталось. И теперь у нас получается 33 тысячи. Ну да, практически в 6 раз больше. Я думаю, что потратив 1 вечер, вы скупите полностью все в Найт Сити. Все, что разработчик приготовил для вас в этой замечательной игре. Как вы могли заметить, у меня на карте нет уже никаких заданий. Я прошел игру вдоль и поперек. Прошел абсолютно все. Уничтожил все бандитские группировки, даже в тех местах, где они были не отмечены. И по сути, фармить деньги собирать мне здесь больше негде. Есть еще парочку способов с миссиями. Одну из них чуть позже покажу. Но в целом, кроме этого способа, денег без счетов здесь взять негде. А вот еще один способ, достаточно прибыльный. Вам понадобится миссия, где вы у бомжей заберете ноутбук, а далее придете к капсуле. В капсуле будет лежать картина. Картина эта по сюжету с луны и стоит она приличных денег. По-моему, около 5000 евро-долларов. Продавая ее продавцу или почтомату, вы сможете выкупить ее обратно за 5 долларов. Естественно, каждый раз циклично получать так 5000. То есть продали-купили, продали-купили. Есть и другие миссии, где можно фармить деньги, но, к сожалению, не каждому это доступно. Кто-то еще не дошел до этих миссий, а кто-то и вовсе их прошел, даже не зная об этом. Но все равно загляните в свой рюкзак. Возможно, эту картину вы так и не продали, она у вас валяется. Так что можете применить этот способ. Ну а на этом все. Надеюсь, что вам это поможет. Кстати, способ придумал не я. Он давно обсуждается на форумах. Да и все вообще способы уже выявлены. Если кто-то знает о каких-либо еще способах, пишите это в комментариях. Будем очень рады. Да и вообще, отписывайтесь, как вам игрушка, понравилась или нет. Простите, что я называл ее киберпуком. На какой-то момент времени мне показалось, что это очень весело. Ну а на этом все. Всего вам хорошего. До встречи.